Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как я получил посылку на почте Донбасса. Информации в интернете очень мало, поэтому я решил записать краткий, но подробный видеоролик, как происходит доставка посылок из территории Российской Федерации в Донецк. Поэтому, поставив сразу же палец вверх, я же не зря для вас стараюсь. Изначально хочу рассказать небольшую предысторию. Мне понадобилась деталь на автомобиль, это передняя ступица, что в моем случае мне нужно было сделать. Поехать на рынки, на автомобильные, а также промониторить ситуацию в Донецке по запчастям. На железнодорожном рынке я ничего не нашел, на Покровском рынке точно так же в наличии этой запчасти не было. По интернет-магазинам мне отвечали, что срок поставки этой детали до 4 недель. Единственное, что меня удивило, так это цена. Цена этой детали, если сравнивать с прямым поставщиком, я беру Экзист. Цена была на 3,5-3 тысячи рублей дороже, чем на том же сайте. Поэтому я решил, что вариант такой меня не сильно устраивает. Какой еще у меня был выбор? Заказать эту деталь в Харькове, либо в Киеве. По новой почте мне бы прислали на ту территорию, где она работает, но мне пришлось бы пересекать линию разграничения. Как я ее пересеку, когда я ее пересеку, и успею ли я вообще вернуться туда и обратно за один день. Поэтому это такая очень сложная ситуация. Во-первых, очереди. Во-вторых, большая нервотрепка при пересечении линии разграничения. Поэтому этот вариант не сильно подходил. Также был еще вариант. Перевозчики, которые занимаются доставкой товаров с новой почты сюда в Донецк, берут обычно 500-600 гривен за вот такую посылку. Вариант как бы подешевле, но я решил, что а почему бы не попробовать заказать с территории Российской Федерации. Нашел я эту деталь на Авито. Она оказалась в городе Калининграде. Я связался с продавцом. Предварительно полностью оплатил эту деталь ему на карточку. Также я ему оплатил доставку до села Куйбышево. Сейчас я вам расскажу, почему именно в село Куйбышево. Из территории Российской Федерации сюда к нам в город Донецк посылки почта Россия не доставляет. Единственное, кто доставляет, это почта Донбасса. Она является посредником и все посылки, которые приходят на определенный адрес, она забирает. И как видите, она сейчас у меня здесь стоит. Хочу рассказать, что нужно для этого сделать. Есть сайт почты Донбасса, в котором есть отдельная вкладка посылки, доставка из интернет-магазинов, Алиэкспресс, интернет-магазинов Российской Федерации, Ебэй, а также очень много других. Вы заходите в эту вкладку и там есть примеры и образцы, по которому нужно заполнять посылки, доставку посылок. Это очень важно. В принципе, там шаблон однотипный. Единственное, что вы вписываете свою фамилию, имя, отчество, а также адрес, который здесь у нас в Донецке, по которому вы хотите получать эту посылку. Также не забывайте указывать номер телефона. Я думаю, проблем с этим у вас не будет. Что было дальше? С Калининграда в Ростовскую область он отправил мне посылку. Стоимость доставки оказалась 512 рублей. С Калининграда в село Куйбышево. После этого он мне дал трек-номер, по которому я на почте России отслеживал данную посылку. Она шла около 12 дней, плюс-минус. Потом я посмотрел, что эта посылка находится в селе Куйбышево. И так как я начал переживать, когда ее доставят, сколько нужно ждать, я позвонил на почту Донбасса, есть номер телефона на сайте, и уточнил. Я такой-то, такой-то заказывал посылку, подскажите, пожалуйста, когда она придет. Они мне ответили, что посылки с этого абонентского ящика забираются раз в неделю. Когда она попадет, мы не знаем, мы только здесь сортируем. Все, я понял. Прошла неделя, мне звонят в будний день. Здравствуйте, вы такой-то, такой-то, к вам пришла посылка. Но я сразу понял, что это она. Я спросил, что нужно для этого, где забирать. Они мне ответили, что приходите на главпочтамт после обеда и можете ее спокойно забрать. После того, как я пришел на главпочтамт, там есть электронная очередь. Вы подходите к окошку, выбираете получение посылки, и вам выдается ваш код. В моем случае это набор букв и цифр. После этого вы садитесь и ожидаете, пока вас позовут, и на экране высветится ваш номер. Буквально минут сорок я подождал, и я подошел к окну выдачи посылки. После этого мне дали бланк, я его быстренько заполнил, указываются ваши контактные данные, а также где вы прописаны. После этого я заплатил 83 рубля за доставку посылки из Куйбышева. И в итоге посылка у меня здесь. Сейчас я вам покажу, что мне в итоге прислали. Здесь написано еще «Калининградский филиал Почта России». Ну, сейчас я вам покажу, что в итоге у меня здесь пришло. Чтобы не быть многословным, посылка увесистая. Вес 3900. И вот у меня пришла вот такая вот ступица в сборе. Это ставится на переднее колесо. Ну, вот так. Я изначально хотел поделиться с вами такой информацией. Быть может, она будет кому-то полезная. Поэтому, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, пишите комментарии. Может быть, что-то вам интересное другое рассказать. Вы обязательно пишите. Ну, а я, по возможности, сниму для вас какой-то новый видеоролик, который вам обязательно понравится. Ну, а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.